Новые возможности для пополнения областного бюджета. Самарская область примет участие в федеральных программах, направленных на ремонт дорог и застройку территорий. Безопасность на первом месте. Силовики готовятся к чемпионату мира по футболу. Отношения с чистого листа жителей и управляющей компанией учатся жить по модельному договору. Участие региона в федеральных программах, а также новые возможности пополнения областного бюджета обсудили губернатор Николай Меркушкин и сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров. Сенатор рассказал главе региона о запланированном перераспределении средств Дорожного фонда. Сегодня более 60% поступлений направляется в региональные фонды. Президент Владимир Путин дал распоряжение правительству России подготовить решение об увеличении доли регионов на 20-30%. Сенатор рассказал, Министерство финансов пока не подготовило свои предложения и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Федерации при обсуждении бюджета. Губернатор напомнил об исключительной важности для Самарской области проекта безопасной дороги. В целом по стране на его реализацию выделялось примерно 20 миллиардов рублей, из которых порядка 1,7 миллиарда получала Самарская область. Николай Меркушкин отметил и важность программы «Стимул», направленный на стимулирование комплексной застройки территорий для жилищного строительства региона. Серьезную часть средств на строительство новых школ губерния получила не по программе Министерства образования, а по линии Минстроя. В этом году начнут возводить объекты, которые профинансированы за счет стимула на сумму 340 миллионов рублей. Дмитрий Азаров рассказал, в Совете Федерации рассматриваются меры по ужесточению борьбы с незаконным оборотом алкоголя, а также обсуждаются предложения по противодействию серым схемам на табачном рынке, которые помогут привлечь дополнительные средства в региональные бюджеты. О бутылках депутатской региональной недели рассказал губернатору Николаю Меркушкину заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симоновский. К нему обратились родители воспитанников конного клуба в парке Металлургов. Там тренировались дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году его хотят закрыть. Депутат взял этот вопрос на личный контроль. В качестве заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симоновский пообещал лоббировать участие региона в федеральных программах для привлечения дополнительных средств в бюджет. Особое внимание уделяется работе Самарской области в федеральном проекте по строительству новых современных школ. Напомним, 1 сентября Леонид Симоновский участвовал в открытии новой школы в Южном городе, которая получила оценку руководства Федерального министерства образования и науки как лучшая школа в стране. Ее строительство стало возможным благодаря привлечению средств федерального бюджета, в котором самое активное участие принял самарский депутат. Вопросы безопасности на первый план. В следующем году во время футбольного чемпионата мира в Самару прибудут десятки тысяч зарубежных гостей. Необходимо обеспечить порядок в городе и регионе. Такое поручение дал губернатор на совещании по подготовке к Мундиалю. Вопросы безопасности обсуждали силовые структуры, региональные министерства и вузы. Во время подготовки и проведения соревнований увеличат число полицейских. Все они пройдут спецобучение. Губернатор подчеркнул, подготовка к чемпионату кардинально изменит облик Самары и сделает ее городом европейского уровня. Примерно 6 миллиардов населения планеты будет в разной форме, в разной степени привлечено внимание. Смотреть по телевизору или все матчи, или отдельные матчи, транслироваться будет в 216 стран мира. Не оппоненты, а партнеры. Жители многоквартирных домов могут и будут сами решать, на что потратить деньги своего дома. Как правильно выстроить отношения с управляющей компанией, говорили на обучающем семинаре для представителей домов и управляющих микрорайонов в Куйбышевском районе. Главное условие успешной совместной работы – модельный договор, который внедряется во всем жилом фонде по инициативе губернатора. Жильцы будут решать, какие работы нужно сделать и исправно оплачивать услуги ЖКХ. А управляющая компания получит достаточно денег, чтобы добросовестно выполнять свою работу. Все, что будет идти с момента заключения договора, будет идти по новым правилам. И мы стараемся убедить население управляющей компании, чтобы они воспринимали эту историю как взаимодействие с чистого листа, для того, чтобы никто не переносил старые конфликты на новую площадку. Это, во-первых, и себя подковываешь, юридически и практически. И, конечно, мы все семинары, повестки дня семинаров доносим до ОСМ. Пока в Самаре только 2% домов заключили детальный договор со своей управляющей компанией. Специалисты планируют. Активная работа в этом направлении начнется после старта отопительного сезона. И уже к его окончании 80% домов будут работать по новым правилам. Обучающие семинары пройдут до конца сентября во всех районах города. Улица Максима Горького преображается. Комплексный ремонт затрагивает проезжую часть и прилегающую территорию. Работы выполнены уже на 80%. Прежде чем уложат верхний слой асфальта, специальная комиссия вместе с общественниками проверила на качество нижний слой. Справляется ли подрядчик с задачей узнала Марьяна Мирная. На Максима Горького кернер шумит с самого утра. Пришло время брать пробы с нижнего выравнивающего слоя асфальта. Керны направляются на исследование в лабораторию. Через 3-4 дня будет ясно, можно ли укладывать верхний слой. В основном, если совсем плохая асфальтобетонная смесь, у нее как караэта. То есть выкрашенная есть небольшая. Здесь их нет. То есть смесь плотная, вполне качественная. Дальше уже лаборатория разберется. Здесь ведутся работы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проезжая часть уже готова. Сейчас ремонтируются въезды во дворы и устраиваются газоны, которые засыпят новым черноземом и засеют. За качеством работ следят общественники. Были замечания по улице Максима Горького. Была выборка сделана плохо. Общественники сообщили мне. Я связалась с куратором, с подрядчиком. Мы вышли на место. В течение одного дня они сделали выборку земли. То есть они убрали камни с газона, убрали весь мусор и засыпали грунтом. То есть они сделали все по нормативу. Нарадоваться не можем. Замечательно. Нормальный темп работы. Очень хороший результат. Приятно ходить по нашим улицам. Я каждое утро на велосипеде катаюсь по нашей набережной. И приятно. Утром, даже когда народу мало, мне приятно все это видеть. И очень удобные съезды сделали. Но где нет удобных съездов, но исправили. На сегодняшний день выполнено уже 80% работ по комплексному ремонту улицы Максима Горького. Завершить должны до конца октября. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. Водителя автобуса Самара-Ижевск, по вине которого погибли 14 человек, будут судить. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, 2 июля на дороге набережной Челны-Заинск-Альметьевск в республике Татарстан 56-летний обвиняемый превысил скорость и столкнулся с автомобилем МАН, двигавшимся на жесткой сцепке с автомобилем КАМАЗ, отчего автобус загорелся и опрокинулся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе 6 жителей Самарской области. Еще 3 получили тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Заинский районный суд Татарстана. Хотел нанять крышу и погорел. Самарец в своем гараже в Кировском районе оборудовал нарколабораторию. Мужчина купил пакеты для упаковки, электронные весы, химическое оборудование и реактивы. Готовил амфетамин. Злоумышленник хотел, чтобы его покрывала полиция. Он нашел посредника, который пообещал договориться со стражами правопорядка. Полицейским злоумышленник предлагал 1 миллион рублей. После того, как посредник получил деньги, он сразу направился в ФСБ региона и обо всем рассказал. Злоумышленника задержали. В ходе обыска у него нашли почти 47 граммов амфетамина, которую он собирался продать. Стало известно, когда откроется движение по развязке на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Это произойдет на следующей неделе. Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта. После этого там начнут устанавливать дорожные знаки. Если погода не внесет свои коррективы, то движение по кольцу и тоннелю запустят в полном объеме до конца следующей недели. В жилом доме на проспекте Масленниково из-за пожара эвакуировали людей. На пятом этаже загорелась квартира. Вчера вспыхнули домашние вещи на площади 4 квадратных метра. Произошло сильное задымление. Из зданий эвакуировали 10 человек. На месте работали 12 огнеборцев и 3 единицы техники. Чтобы потушить огонь, пожарные использовали лестницу. Пламя ликвидировали за 30 минут. Пострадавших нет. Житель Самары снял с воздуха улицу Ташкентскую, которая активно реконструирует к предстоящему чемпионату мира 2018, а также ее окрестности. Коптер Самарца пролетел от улицы Демократической, где сейчас строится двухуровневая развязка до Московского шоссе. В кадр попала только стоящая строительная техника. Но труд рабочих можно оценить. Уже готовы съезды с Ташкентской на Демократическую и появились новая проезжая часть и тротуары. И на века свет ГМК. Выставка с таким названием открылась в Самаре. Экспозиция посвящена легендарному молодежному клубу. На площади славы разместили десятки фотографий. На них представители активной молодежи Куйбышева и их воспоминания. Погрузиться в атмосферу 60-х самарцы могут на площади славы. На стендах представлен весь свет городского молодежного клуба. Игорь Вощинин в 62-м году стал первым президентом Куйбышевского джаз-клуба. Говорит, именно благодаря ГМК у молодежи появилась возможность узнавать что-то новое о музыке, живописи и литературе. Вместе проводили творческие вечера и капустники. Каждое такое событие старались организовать по-особенному. Грушинский фестиваль, конкурс пианистов имени Дмитрия Кабалевского, концерты Владимира Высоцкого, джазовые фестивали. Все это дело рук участников ГМК. Хотелось бы по поручению Олега Борисовича Фурсова, главы городского округа, передать слова благодарности за то, что мы поддержим эту память. Память о людях, которые в начале 60-х сделали эту оттепель, эту весну. О знаковых событиях тех лет рассказывают сами участники ГМК и редкие снимки. Их на стендах несколько тысяч. Многие фото из домашних архивов. Выставка под открытым небом будет работать до октября. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Генеральная перестройка Самары. Глава города поделился планами о судьбе исторического центра и окраин до и после чемпионата мира по футболу. Протезы по космическим технологиям в медуниверситете запустили российско-французскую лабораторию по производству современных имплантов. Он был придворным доктором Николая II, а после смерти его канонизировали. В Самару привезли уникальную икону святого мученика Евгения Боткина. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова